Российская рыба уплывает под заморскими флагами. Кружённые до отказа траулеры попадают под юрисдикцию других государств. А значит, коммерсантам не нужно платить налоги. ФСБ Росрыболовства планирует закрыть эту рыбную лавочку и запретить перевозить морепродукты иностранными судами. Тему продолжит Денис Новожилов. 180 килограммов красной экры, расфасованной по контейнерам. Ущерб государству 1 миллион 800 тысяч рублей. Это свежие снимки сахалинских полицейских, задержания браконьеров, которые незаконно вылавливали горбушу в районе реки Мелкая. Мелкие пешки на фоне масштабных проблем в отрасли. Свистать всех в Россию. К переформатированию и декриминализации рынка добычи биоресурсов вслед за ФСБ подключилось Федеральное агентство по рыболовству. Ведомствы предлагают перевезти иностранные суда, которые осуществляют перевозку морепродуктов в территориальных водах нашей страны. Вот, к примеру, краба в российскую юрисдикцию. Об этом СМИ заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. К примеру, в Северном рыбохозяйственном бассейне сейчас работают 12 транспортных судов. Четыре из них находятся в собственности иностранных юрлиц. Собственниками этих иностранных судов, зарегистрированных преимущественно на Кипре, являются россияне. С учетом общей тенденции, надевшая визацию, вполне логично, если собственники этих судов переоформят компании в российскую юрисдикцию. Перерегистрировать судно на российское юрлицо несложно. Это предложение планируют обсудить на совещании с погранслужбой ФСБ и Минэкономразвития и внести в правительство. Ранее пограничная служба ФСБ предупредила рыбодобывающей компании о недопустимости использования судов, принадлежащих иностранцам. Такие меры могут быть направлены на искоренение криминальных схем былого морепродуктов. Нередко коммерсанты используют суда, зарегистрированные в других государствах, так называемые подфлажники для браконьерства и контрабанды. Однако некоторые специалисты считают, инициатива требует тщательного анализа и изучения. По Дальнему Востоку, насколько я понимаю, там еще только начинают анализировать эту ситуацию. Я не готов тоже сказать, сколько судов принадлежит иностранцам, но все-таки для Дальнего Востока это будет более ощутимо. Соответственно, это приводит в первую очередь к чему? Если нет выгрузки, то останавливается работа промыслов, флота перестает добываться рыба, снижаются объемы. Это в конечном итоге все отразится и на объемах вылова, и на цене рыбы в магазине. Белис, Камбоджа, Сьерра-Леоне, Панама – страны, в которых, по данным экспертов, российские рыбодобытчики чаще всего регистрируют суда. Замысел на поверхности. Удобный флаг дает снижение налогового времени, а зачастую и уход от налогов. Морякам предлагают минимальную заработную плату и лишают социального страхования, эксплуатируя экипаж на пределе возможностей. В феврале этого года в водах Японского моря затонул траулер «Восток». Судно, добывающее краба, возвращалось на Сахалин из южнокорейского города Донгхэ, куда доставило морепродукты и попало в шторм. Экипаж, состоящий из 21 человека, погиб. Теоретически плохие погодные условия можно было переждать, но стоянка в порту – лишние расходы. Директор компании «ДВ Флот», который принадлежал «Восток», тогда уверял, решение о выходе в море принимал исключительно капитан. Никакой экономии в этом деле никогда не было и, честно сказать, никогда и не будет. А сколько, если не секрет, сутки такого судна простое? Он незначительный. Он незначительный на то, чтобы говорить, что давай-давай быстрее. Не я принимаю последнее решение по выходу судна в море. Я могу капитану говорить, ну, грубо говоря, как рейсовое задание, да, что предположительный выход тогда-то, тогда-то. Посмотри, пожалуйста, погоду. Последнее решение непосредственно принимает он. Если он говорит, что нельзя выходить, то никто ему никогда не скажет, что иди. Однако, как правило, бывает иначе. В погоне за прибылью многие владельцы судов не допускают малейшего простоя. А когда речь идёт о полулегальных схемах вылова краба, как на Дальнем Востоке тем более. Одно из самых распространённых преступлений – сокрытие части улова. Корабли под российским флагом добывают морепродуктов сверх положенных норм. Неуччённый груз доставляют в иностранные порты, либо перегружают в нейтральных водах на другие судна, те же подфлажники, а после продают. За один рейс дельцы могут получать до миллиона долларов. По нашим данным, затонувший траулер «Восток» принадлежит компаниям, которые так или иначе подконтрольны бизнесмену Олегу Кану. На Дальнем Востоке его называют «крабовым королём». В финансово-промышленную группу Кана входят десятки фирм. Вот список. Часть из них имеют иностранные счета, другие зарегистрированы в Японии, Южной Корее и Панаме. Сколько прибыли от добычи краба уходит в российскую казну – неизвестно. К слову, большая часть активов Олега Кана оформлена на его сына Александра. Хотели бы ваше мнение услышать по поводу крушения судна «Восток»? Произошло несчастье. Словия в этот день были очень плохие. Наши пароходы штормовали. Всегда действуют легально компании ваши? Скажите, пожалуйста. Безусловно. То есть нет никаких там схем, серых и прочее? Нет. Каким последствиям приведут инициативы ФСБ и Росрыболовство в реальности, сейчас гадать бессмысленно. Наверняка в ближайшем будущем легальных морепродуктов на рынке станет меньше, но стоить они будут дороже. А вот браконьерская добыча не исключает эксперты, вырастет в разы. При всём при этом уплыть в офшор недобросовестным рыбодобытчикам наверняка станет сложнее, а то и вовсе невозможно. Денис Новожилов, Вести, дежурная часть.